МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Нет заводу. Почему жители Днепра восстали против строительства предприятия? И в чём его опасность? Нашествие воров. Кто грабит детские сады и школы Львова? И почему обчистить учебное заведение не составляет труда? Выборная страсти. Как итальянцы голосуют за новый парламент? И как в Германии преодолели коалиционный кризис? Юбилейная церемония. В Лос-Анджелесе готовятся к вручению главной кинопремии. На кого ставят? Войну инвестору объявили жители трёх посёлков в Днепре. Всего в полукилометре от их домов хотят построить завод по переработке опасных отходов, в том числе ртути. Чтобы не допустить этого, люди пошли на радикальные меры, перекрыли трассу и сожгли чучело инвестора. Елена Миндалюк продолжит. Ровно месяц назад жители трёх посёлков уже проводили всеобщее собрание. Решали, как противостоять строительству завода по переработке опасных отходов. Тогда написали десятки обращений в разные инстанции, но безрезультатно. Говорят, если начнётся строительство, пойдут на радикальные действия. Это употребляла лесотворение тех людей, которые не думают про громаду, а пытаются нам сейчас рассказать неправду про свою идеальность и про то, что их завод будет экологически чистым. Согласно документам, мощности производства позволят за 8 часов утилизировать 100 ртути, содержащих ламп, а за месяц до 9 тонн химического мусора. Речь идёт о загрязнённых нефтепродуктами отходах, остатках лаков, красок и эмульсий. Люди напуганы. 30% отхода в любом случае это выходит в атмосферу. Это в любом случае. И пока что я не видела никаких бумаг, потому куда будет деваться эта зола. Ранее один из инвесторов завода, глава общественного совета при госэкоинспекции в Днепропетровской области, Татьяна Лампика, обещала выслушать все претензии местных жителей. Всё, что могут сделать люди, это внести как можно больше каких-то своих предложений, каких-то своих замечаний, которые мы можем не видеть. Но люди в это не верят. На сегодняшний день нас законодатель сделал так с 1 января, который вступил в закон и приняли. Я не знаю, кто его пролоббировал, но известно. То есть, который даёт право без громад, без права громад, без решения громады, вот, строить то, что кому вздумается. Настораживает селян и цена строительства. По предварительным подсчётам вместе с оборудованием сумма инвестиций составит около 5 миллионов гривен. Партизанский сельсовет, которому принадлежит отведённая под завод земля, расторг договор аренда с инвестором. Запад в Державную архитектурно-подівальну инспекцию, где было сказано про то, что документы, которые подавались им, отсутні. Тобто, каким чином пані Лампіка буде робити цю реконструкцію без висновки архитектурно-подівельного департаменту, никто не знає. Сегодня в знак протеста люди перекрыли трассу на Полтаву, правда, всего на несколько минут, но если их не услышат, готовы к бессрочной акции протеста. Елена Мандалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Пенсионеры-силовики проведут в марте съезд, на котором примут решение, как действовать дальше, если власть не пересчитает им пенсии. Напомню, они недовольны решением правительства, которое планирует растянуть повышение выплат на три года. Все детали в нашем сюжете. Почти тысяча пенсионеров-силовиков собрались в зале заседания Тернопольской обладминистрации. Слушают представители пенсионного фонда, которые рассказывают о пересчёте их пенсии. В прошлом месяце Верховный суд, наконец, постановил, что правительство должно осовременить выплаты. Но люди возмущены. Считают, процедура очень запутанная. Пенсионеры рассказывают, согласно решению правительства, пересчёт пенсии будет проходить поэтапно, в течение трёх лет. И обещанные 100% доплаты они получат не ранее 2020-го. За это время жалуются люди, инфляция съест всё повышение. Согласен с ними и нардеп Сергей Каплин. По его словам, нужно продолжить борьбу и требовать полного пересчёта пенсий. Причём сразу. 18 числа збирается мощная команда из всей Украины, представители от каждого района, на единственный форум військовых пенсионеров, в съезд військовых пенсионеров. Там будет створено единую конфедерацию профсполок військовых пенсионеров. Единый штаб. Початый перепис всех военных пенсионеров, их около миллиона человек. И подтвержденный четкий план действий, от которого мы не будем отходить. Который включат перекрытия дороги. Который включат выдающие газеты. Который включат блокирование аэропортов. Тернопольские пенсионеры-силовики единогласно поддержали план нардепа. И пригласили его посмотреть, в каких условиях живут. Общежитие в центре Тернополя, где ютится почти 100 семей, напоминает гетто. В здании нет отопления уже второй год. У нас дети страшно хворяют. От грибков, от холода. У нас не было ни одного дня отопления. В душу помыться неможливо. Окременные негидники говорят, что військовые пенсионеры живут как у бога за пазухой. Мы пришли в гуртожиток в центре места, где нет опаления, где жахливые туалеты, где жахливая подлога, где сквозняки, где жахливая ванна. Показать всей стране пазуху бога, за якою живут військовые пенсионеры. Нардеп пообещал жителям общежития, что будет добиваться от местных властей улучшения жилищных условий. Юлия Жешко, Зиновия, Автонас. Подробности телеканал Интер, Тернополь. Украинская армия готова к перемирию. Согласно договоренностям в Минске, оружие должно замолчать сегодня ровно в полночь. В то же время разведка сообщает, что боевики уже готовят провокации, чтобы обвинить наших военных в нарушении режима тишины. Сегодня противник четыре раза открывал огонь. Из Широкина материал Игоря Левенка. Тревожную ночь в Широкино сменил не менее тревожный день. Морпехи разгружают боекомплект, убеждены, оружие должно быть всегда заряженным и готовым к бою. Враг в любую минуту может снова атаковать. На стрельбу из автоматов и пулеметов бойцы даже не обращают внимания. Но головы из окопов лишний раз не высовывают. Бывает, что лучше прыгинаться, не помешать по окопам ходить. Прилетает боя с всех сторон. Стой, сейчас что прилетает, в бой выйдут, он случайно залетает боя. Морпехи говорят, шальные пули это полбеды. Нередко враг открывает и прицельный огонь из более серьезных калибров. В этот момент главное вовремя успеть укрыться. Сейчас работает в основном 73 миллиметра, это СПГ, а также самое 30 миллиметров это АГС-17. Иногда бывает выезжает миномет, так называемый блуждающий миномет. То есть было тяжело его нащупать. Бойцы рассказывают, подобные обстрелы в Широкино случаются по 4-5 раз в день. И сегодня не исключение, боевики открывают огонь из станковых гранатометов. Морпехи рекомендуют некоторое время пересидеть в окопе на коленях. Дескать, чем ближе к земле, тем целее будем. После ответных очередей из пулемета оккупанты успокоились. Морпехи, как ни в чем не бывало, продолжают заниматься своими делами. На войне, как на войне. Сейчас, кроме обстрелов, бойцам приходится бороться еще и с холодом. Поэтому во время относительного затишья кто-то у пулемета, а кто-то колет дрова. Игорь Левенок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Из Приазовья. Подробности телеканал Интер. Брошенные часто никому не нужны. Тысячи украинцев живут в так называемой серой зоне. На линии разграничения в зоне АТО. Их жизнь зависит от помощи волонтеров в машину с продуктами, одеждой и средствами гигиены. Для жителей прифронтовых сел и серой зоны привезли волонтеры совместно с благотворительным фондом возрождения. Больше в нашем материале. Вероника, иди сюда, Вероника. Иди сюда. Красота ты наша. Трехлетняя Вероника из Авдеевки – любимица волонтера Юлии из Житомира. Малышка и ее пятеро сестер безвыездно живут в прифронтовом городе. И уже почти два года. Каждый приезд Юлии Толмачевой для семьи праздник. Это все? Ну, конечно, так же. Им она везет одежду, средства гигиены и обожаемые детьми сладости. Четвертый год Юлия регулярно преодолевает тысячу километров из центральной Украины на восток. Ее режим выматывает, но сама себе волонтер не может ответить, откуда снова и снова черпает силы. Десять дней дома, десять тут. Единственный перерыв был, это когда было ранение, полтора месяца я была в госпитале. Чем дольше длится война, тем тяжелее находить средства для помощи, говорит волонтер. Кому не приходишь, не приносит счета и говоришь, что помогите, пожалуйста, оплатить счет. Люди говорят, как мы устали от войны. Меня эта фраза, например, убивает. От чего вы устали? Вы знаете, что такое война? В село Зайцево, которое боевики пытаются отрезать от мирной территории обстрелами, волонтеров уже сопровождают военные. Год назад на дороге в село Юлия и ее водитель получили ранение. И она по-прежнему на прицеле у вражеского снайпера. Наконец-то вы с нами приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, привет. Господи, где моя родноличка? В части Зайцево жеванки ее встречают всем селом. Давай мы сюда пока выгрузим. Не стреляют же, что надо. Ну, как сказать, только что там где-то бомб было. Под звуки перестрелки вдали люди получают самое необходимое. У меня в поселке 89 дворов. На все 89 дворов мы делаем покуночки, распределяем и каждому-каждому передаем. До магазина в Мирном Бахмуте 15 километров. Из них 5 нужно пройти пешком. Поэтому единственный способ выжить в село – это гуманитарка и помощь Юли. Эту машину доерхонабитую помощью оплатили и собрали в благотворительном фонде возрождения. Средства гигиены, памперсы для лежачих полотенцев, крупы, спиральные порошки, масло сливочное, консервы. Ну, вот все это оплатил Владимир Муньян. Спасибо ему большое. Он узнал, что мы ездим в серую зону и с удовольствием сам предложил свою помощь и оплатил нам этот груз. В фонде говорят, что собрали продукты, как только услышали, что помощь нужна. Позвонила Юля, волонтер Толмачева, и сказала, что есть нужда. Нужда в серой зоне для жителей, нуждается в продуктах питания. И Владимир Муньян выделил для этого средства. Людям в зоне АТО фонд помогает еще с первых дней начала войны на Донбассе, говорит Владимир Муньян. Люди там оказались в очень сложном положении. И, естественно, мы отреагировали, и с самого начала отреагировали, и никогда не бросали, и продолжаем это делать. Сейчас каждый из нас, мы нужны. Нужны для чего? Поделиться, поддержать, помочь. И это, вообще-то, нормально. Это так должно быть, поэтому я не думаю, что мы делаем что-то особенное. Мы делаем то, что, в принципе, должен делать каждый нормальный человек, который сегодня считает себя украинцем. Сотрудничать с волонтерами и помогать людям, живущим в прифронтовой и серой зоне, в фонде планируют регулярно. Ведь жители именно этих сел наиболее остро нуждаются в самом необходимом. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. Конгресс США рассмотрит законопроект о предоставлении Израилю военной помощи. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Причем, согласно этому документу, президент Америки потеряет возможность вмешиваться в поставки вооружений. Сергей Усензер продолжит. Если законопроект будет принят, то американская помощь Израилю обретет статус закона. Кроме того, в документе четко прописаны ее размеры. 36 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет. Это не живые деньги, это оружие и снаряжение, которое производится для Израиля в Америке на американских заводах. В основном все это предназначено для ВВС. Например, те же самолеты пятого поколения, новейшие F-35, которые еврейское государство уже ставит на вооружение. В ближайшее время военно-воздушные силы должны получить 50 таких машин. Для этого Израилю предоставлен статус особого союзника, который дает ему право получать эту самую помощь, не будучи членом НАТО. Но еще за счет этих денег все же финансируются разработки в области оборонной сферы. Например, тот же легендарный железный купол, противоракетная система, которая так блестяще показала себя во время последней войны, был сконструирован именно на американские деньги. Закупки военные увеличивают количество рабочих мест в США, ну а общие военные разработки фактически означают, что израильские идеи становятся так же как бы и американскими идеями за счет американских денег. И впоследствии Америка имеет возможность, так сказать, иметь доступ к израильским военным разработкам самой высокого уровня. Возникает вопрос, если Израиль десятилетиями получает американскую военную помощь, зачем тогда нужен этот закон, не будет ли он избыточным? Эксперты тут напоминают историю 2014 года. Тогда, в самый разгар войны с Хамас, президент Барак Обама внезапно наложил вето на поставки в Израиль вертолетных ракет Hellfire, запасы которых сильно истощились в ходе боевых действий. Возникла реальная угроза, что израильская пехота, которая вела тяжелые уличные бои в Газии, останется без поддержки с воздуха. Поэтому, если закон будет принят, а шансы очень высокие, его поддерживают и демократы, и республиканцы, то президент больше влиять на оказание помощи Израилю не сможет никак. Это своего рода страховка. Хотя, если вернуться вот к той истории с этими ракетами, то история эта, кстати, не на шутку встревожила Иерусалим. И Израиль просто наладил производство собственных боеприпасов для вертолетов Апач. На всякий случай. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Коммунальный бунт в Днепре. Люди готовы протестовать возле Гурсовета, перекрывать дороги и уже дошли до суда. Требуют умерить аппетиты управляющих компаний, которые недавно пришли на смену ЖЭКам и повысили квартплату в 4 раза. Все подробности знают наши корреспонденты. На Слобожанском проспекте Днепра собираются местные жители. В основном пенсионеры. Говорят, коммуналку оплачивать уже не под силу. Теперь им придется отдавать минимум 300 гривен только за квартиру, без учета воды и света. Такие расценки установила новая управляющая компания, которая начала обслуживать их дома вместо ЖЭКов. Мы планировали сегодня перекрытие дороги, но поскольку непогода, это первый фактор. Второй фактор, были вчера сообщения из полиции о том, что в случае перекрытия дороги к людям будет применена уголовная ответственность. Жители проспекта Мира столкнулись с такой же проблемой. В платежки внесли обслуживание лифтов даже тем, у кого в домах их нет. Есть и еще одна интересная графа – вознаграждение управляющего. С каждой квартиры в среднем 50 гривен. Для чего управляющему поощрение, мы спросили у директора коммунального предприятия. Заправка картриджей, бумаги, констовариев, а также заработная плата и террористового состава. В прошлом году Горсовет провел конкурс и выбрал новые компании, которые будут обслуживать дома вместо ЖЭКов. Все бы ничего, да только тарифы установили значительно выше. Если раньше за квартиру в 50 квадратов нужно было отдать 90 гривен, то теперь 350. Повышение управителя объяснили просто. Изменилась стоимость ремонтных работ и обслуживания. А работать в убыток никто не будет. Чем выше здание, тем обслуживание его более рентабельное. И, соответственно, тариф более низкий по отношению к малоэтажным домам. У малоэтажных домов мало людей проживает. Большой объем дома и большой объем при домовой территории, которую надо убирать. В мэрии говорят, жилсервис 5, жилсервис 2 и жилищное хозяйство будут заниматься теми домами, которые не создали ОСББ. Если их не устраивает эта ситуация, они могут выбрать себе любого другого управителя и заключить договор с кем угодно. Как бы чиновники не убеждали, что тарифы оправданы, жители не согласны. Некоторые пошли в суд. Первое заседание назначено на конец марта. А пока люди снова собираются выходить на акцию к стенам Горсовета. Ирина Баглай, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Во Львове грабят школы и детские сады. Уже обчистили около десятка учебных заведений. Куда смотрит муниципальная охрана? Все подробности расскажет Галина Якушко. Вот через эти двери было проникнение. Они их подважили, потому что когда на ранок мы пришли, то двери были отчинены. Ночью через эту дверь в детский сад номер 39 влезли воры. Вынесли 40-дюймовый телевизор. Охрана пропажи не заметила. Это не первая такая кража во Львове. В последние несколько месяцев обнесли почти полтора десятка учебных и дошкольных заведений. Пробожи отбываются в тех закладах, где есть физическая особа. То есть, где работают в сторону. И мы видим, что на сегодняшний день это фактически не оправдывает себя. В департаменте образования предложили несколько способов борьбы с ворами. В школах и детских садах устанавливают системы видеонаблюдения, сигнализации, тревожные кнопки для вызова полиции. А недавно решили привлечь так называемую муниципальную варту. Чтобы расширить штат, понадобится около 800 тысяч гривен. Львовские депутаты считают, ситуацию специально раскручивают, чтобы получить больше денег из бюджета для муниципальной варты. В среднем охрана в одной школе обходится 120 тысяч. Это выходит в среднем около 10 тысяч гривен в месяц охрана в одной школе. Сотрудники муниципальной варты за последние две недели скомпрометировали себя уже несколько раз. Недавно один из них попался общественным активистом пьяным. А на прошлых выходных один из муниципалов тоже под шофе маршрутки ударил парня в голову и угрожал оружием. Дивляясь, как они работают, я бы не хотела, чтобы рядом с моими детьми стояла неохайная людина, которая общается матерными словами. Впрочем, менять решение о привлечении муниципальной варты к охране школ и детсадов в департаменте образования не стали. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львов. Во Львове праворадикалы провели факельное шествие с антипольскими лозунгами. Активисты приурочили акцию ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Организаторы заявили, что в марше приняли участие более тысячи человек. И все они выкрикивали провокационные речевки. Например, город Львов не для польских пановы и тому подобное. Такие лозунги, по словам участников акции, вызвал недавний скандальный польский закон об институте национальной памяти. Крохотные палаты, старые матрасы и грязное белье. В таких условиях вынуждены лечиться пациенты одной из психиатрических больниц в Прикарпатии. О жизни, которая может свести с ума даже здорового человека в нашем сюжете. Ивано-Франковская областная психбольница в селе Подмихайловцы. Семь лечебных корпусов и почти 200 пациентов. В этом двухэтажном здании расположено женское отделение. Часто вы летите в матрасы проведете члены? На колыблите. Мы носим все матрасы. Изношенные и рваные матрасы, грязное постельное белье и так во всех палатах. Не в лучшем состоянии кровати, на которых спят пациенты. Я не пригадываю себе, когда, но это нижка давняя. Вы видели, что там матрасы с матрасами, клапки. Ну, такие матрасы нам не дают иначе. Врачи оправдываются. Спасти ситуацию могли бы подгузники. Но денег на это у больницы нет. Не хватает средств и на новое белье. Последний раз его закупали три года назад. А вот так выглядит комната удобств. На 35 больных один душ. Мы выходим из того, что мы имеем, и стараемся сделать все так, чтобы было доброе. По крайней мере, из тех и условий, и что мы тут имеем. В больнице четырехразовое питание. На одного человека в день предусмотрено 15 гривен. Завтрак – 150 граммов каши, кусочек хлеба и чай. Так, как мы должны выходить из того, чтобы мы один день дадим форму на 2000 калорий, мы заполним, а на другой день хорий будет голодный. Лечить больных тоже нечем. Из медикаментов только самое необходимое. Оборудование устаревшее. Вот этому рентгенаппарату уже почти полвека, хотя по нормам эксплуатировать его можно не более десяти лет. Из областного бюджета на больницу выделили чуть более 20 миллионов гривен. Треть – это зарплата работников. На питание пациентов всего 900 тысяч. Не хватает еще миллиона. Руководство клиники уверяет – выкручивается за счет подсобного хозяйства. Все, чего удалось добиться – это увеличение финансирования из облбюджета на 10%. Врачам остается надеяться только на помощь благотворителей. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Досрочные выборы в парламент призвал провести президент Словакии Андрей Киско. По его словам, это поможет вернуть доверие народа к власти после недавнего убийства местного журналиста-расследователя. Президент предложил и другой вариант – провести перестановки в правительстве. А вот итальянцы сегодня голосуют за новый парламент. Впервые выборы проходят по смешанной системе, мажоритарно-пропорциональной. Ни одно из полицил не прогнозирует победу. И аналитики уже говорят о сложных коалиционных переговорах. Елена Абрамович подробнее. С 7 утра до 11 вечера избирательные участки в Италии работают долго. Все топ-кандидаты голосуют традиционно в сопровождении телекамер. А бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони ждал еще и сюрприз. На стол, где он хотел взять бюллетень, выскочила обнаженная до пояса активистка Фемен. Берлускони быстро отошел за спины охраны. А женщина прокричала вслед, что его срок годности истек. Активистку вынесли, а политик продолжил голосование. Ему уже за 80, но премьером Берлускони не сможет снова стать по другой причине. Имеет судимость за неуплату налогов. Его партия в тройке лидеров. Противостоит ей политсила нынешнего премьера Пауло Джантилони. А также партия пяти звезд самого молодого кандидата. 31-летнего Луиджи Демайо. У последнего максимальная поддержка, но новое избирательное законодательство Италии устроено так, что получить большинство в обеих палатах парламента Демайо будет трудно. Они все усложнили. Никто не выиграет. Если вы получите 50% голосов, то не можете возглавить правительство. Это нормально? Нет. Зачем это сделали? Придется голосовать во втором туре. Но я не собираюсь больше приходить. Надеюсь, мы получим более серьезное правительство. В западных СМИ уже назвали итальянские выборы раздражающими. И считают, коалиционные переговоры будут не менее хаотичными. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Есть коалиция. Спустя 5 месяцев после выборов в Бундестаг немецкие политики создали правящий союз. Точку в этой эпопее поставили члены социал-демократической партии, которые проголосовали за коалиционный договор. Подробнее Татьяна Лагунова. Результаты голосования объявляют торжественно. Это не просто сухие цифры, а четкий сигнал. 5 месяцев политической неопределенности позади. В Германии есть коалиция. Почти 240 тысяч членов партии проголосовали за. 123 тысячи против. Теперь в процентах 66 за, 34 против. Это решение далось социал-демократам нелегко. В последние недели мы открыто и прозрачно обсуждали коалиционный договор. И в дебатах приняли участие многие члены партии. Решение действительно далось непросто. В рядах партии было много ярых противников большой коалиции. И результат голосования оставался интригой до последней минуты. Теперь интрига в другом. Кому партия доверит портфели министров в новом правительстве? Кадровым вопросом мы займемся на следующей неделе. Наша квота 6 министров. Могу сказать, что это будут 3 мужчины и 3 женщины. Среди них вы увидите как старые, так и новые лица. Самое ожидаемое назначение это министр иностранных дел. Пока непонятно, оставит ли партия на этой должности действующего министра Зигмара Габриэля. Или подыщет ему замену. Проголосовали социал-демократы, а выиграла лидер демократов христианских Ангела Меркель. Она остается канцлером Германии еще на 4 года. Причем управлять страной будет в союзе с предсказуемыми партнерами. Канцлером большой коалиции Меркель уже была причем 2 срока. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Оскар на финишной прямой в Лос-Анджелесе. Пройдет юбилейная 90-я церемония вручения главной премии в мире кино. Дмитрий Анопченко выяснил, кому вручат победу кинокритики и букмекеры. Придя на церемонию, актерам не придется изображать удивление. Кому достанется статуэтка, действительно держат в строжайшей тайне. В неведении даже сами организаторы церемонии. Нам рассказали, всего 3 человека в мире знают это заранее. Глава киноакадемии и 2 аудитора, которые производили подсчет голосов. Следы запутаны мастерски. Сами Оскары не подписаны, таблички к статуэткам прикрепят уже потом, после вручения. Открытки с именами победителей тоже напечатаны для всех номинантов. Какие из них положат в конверты, тайна. Откуда тогда букмекеры берут свои данные, до конца так и не выяснили. Но факт есть факт, они очень часто попадают в яблочко. Вот если посмотреть на историю оскаровских церемоний, то прогнозы букмекеров достаточно часто верны. И сегодня, рассуждая, а кто же может победить, кто же может получить заветную статуэтку. А в день церемонии, это главная тема разговоров и в прессе, и у зрителей, собравшихся у телеэкранов, стоит прислушаться вот к этим прогнозам букмекеров. Давайте сделаем это вместе. В категории лучший фильм борьба необычайно жесткая. Все девять картин-номинантов – сильные работы, заслуживающие победы. Но букмекеры все же ставят на две из них. По их мнению, выиграет или предельно реалистичная социальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» фильм о матери, которая борется с прогнившей системой, надеясь отомстить убийцам своей дочери. Или фантастическая мелодрама «Форма воды». Сказочная история о внезапно вспыхнувшей любви немой уборщице из секретного военного центра и человек-амфибии, над которым ставили эксперименты. Скорее всего, победит первая лента, ведь секрет успеха на «Оскаре» – это в том числе и громкий социальный месседж, который, по мнению киноакадемиков, обязательно должен нести фильм. А вот создатель «Формы воды» Гильермо Дель Торо, по мнению букмекеров, в качестве компенсации может получить «Оскар» как лучший режиссер. В номинации «Лучший актер» букмекеры, не сговариваясь, прогнозируют победу Гэри Олдману. За роль Бинстона Черчилля в «Темных временах» он и сыграл великолепно. И свою награду ждет так давно. Мы будем бороться в лесах. Мы никогда не умерли! Что интересно, в случае с лучшей актрисой букмекеры тоже уверены. Фрэнсис Макдорманд за роль во все тех же билбордах. Критики сказали нам, это ее лучшая роль за всю карьеру. И вряд ли кто-то еще из сегодняшних номинантов может с ней сравниться. Конечно же победит. И это лучший выбор, что не всегда одно и то же. Фильм «Три билборда». Лучшая картина из всех нынешних. Фрэнсис Макдорманд, она великолепная актриса. Сама Мэрил Стрип с ней конкурирует. И даже не вспомнишь, кто еще там есть. Но как бы много не было известно букмекерам и критикам, их слова всего лишь прогнозы, которым прислушиваются, но не более. А значит нужно просто ждать финальных результатов. Благо осталось уже недолго. Напряженная «Оскаровская неделя» подходит к концу, но ее финал, несомненно, будет ярким. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин